Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте! Алена Игоревна, давайте под завершение года поговорим о будущем. Уже в октябре Государственная Дума начала рассматривать бюджет на ближайшие три года. Вот как его можно охарактеризовать, чтобы вы могли рассказать о будущем финансовом документе? Работа ведется тяжелая ввиду последствий коронавирусной инфекции, которая нанесла экономический ущерб целому миру. И, конечно, Россия не исключение, поскольку мы вынуждены были оперативно направлять средства нашего бюджета. Вы знаете, что Государственная Дума не приостанавливала свою деятельность на период пандемии. Более того, даже были сокращены отпуска, и мы работали в это даже отпускное время. И для нас было очень важно оперативно направлять средства туда, где они нужны. Это касается в том числе и детских выплат, и многое другое. Все, что потребовалось для поддержания экономики, бизнеса, медицины, медиков, врачей. То есть это все, конечно, было из средств нашего федерального бюджета. Поэтому сейчас мы понимаем, что у нас сократились доходы. В том числе это и есть последствия коронавирусной инфекции, это последствия экономического характера. И поэтому у нас доходная часть сократилась порядка на около 2,5-3 триллионов рублей. И при этом у нас доходная часть – это около 19 триллионов. И расходная часть у нас около 21 триллиона. То есть это не значит, что мы сокращаем наши расходы. То есть у нас мы принимаем дефицитный бюджет. И понимаем, что у нас в любом случае сейчас распланирована уже новая часть доходов. То есть мы понимаем, что они в ближайшее время будут. И, как правило, они есть в начале нового года. Поэтому мы понимаем, что, во-первых, нужно выполнить все социальные обязательства. Все, что было обещано. Все, что… Все-таки мы социально государственные. Для нас очень важно, чтобы все льготы, все выплаты, все, что обещается, все выполнялось. Поэтому сейчас мы распланировали даже без сокращений, например, вот в части образования. Могу подчеркнуть, что для нас очень важно, чтобы мы в том же темпе продолжили строительство школ и детских садов. То есть это тоже социальные обязательства. Правда, они инфраструктурного характера. Для нас очень важно, чтобы наши дети учились не в 2-3 смены, чтобы они учились в современных условиях. Поэтому, конечно, здесь образование как часть, как сферы не исключение. И мы продолжаем отстаивать интересы сферы образования, несмотря даже на то, что все-таки экономика страдает. И сейчас очень трудно любому государству, будь то Россия, будь то Соединенные Штаты Америки или какое-либо другое государство, сохранять все обязательства в полном объеме. Мы понимаем, что расходные обязательства государства выросли. И, конечно, Чувашская республика, как субъект Российской Федерации, не исключение. В общей компании регионов сейчас уже начинает бюджетный процесс и понимает, что это трудный процесс. И нужно будет сделать все возможное, чтобы софинансировать те программы, которые разработаны на федеральном уровне и продолжают свое развитие. И, конечно, у главы республики, новоизбранного Олега Николаева и его команды сейчас предстоит очень трудное, тяжелое время, чтобы, во-первых, расходовать те деньги, которые уже были даны. И, конечно, сейчас, опять же, вторая трудность в том, что нужно изыскивать из столь скромного бюджета республики софинансирование на реализацию программы. Для нас очень важно сейчас командой реализовать нашу программу, потому что программа строится вокруг наказов избирателей, а наказы были одни. Конечно, все это можно характеризовать одной фразой, что это улучшение жизни и рост экономики. Но разбивается это все фокусом, конечно, абсолютно на мелкие, но очень важные вещи. Благоустройство дворовых территорий, строительство школ, строительство детских садов, это качество горячего питания, это, например, льготная ипотека, это, например, качество дорог, дорожного покрытия, полотна. Где-то его вообще нет, например. То есть это все, с чем сталкивается наш избиратель каждый день. Это цены, это доступность, это лекарства, это качество медицины, это условия, в которых работают наши врачи, учителя, абсолютно все бюджетники. Это, например, поддержка среднего и малого предпринимательства в нашей республике, потому что были жалобы, были вопросы. Это даже не столько жалобы, сколько желание идти в ногу со временем. Кроме планов, на самом деле, сегодня мы уже и действуем. Мы уже, как законодатели в федеральном бюджете, заложили средства на исполнение наказов наших избирателей. И это касается в том числе и обновления общественного транспорта. Кстати, вы знаете, когда мы планировали сейчас дополнительные доходы, когда они появятся, мы, кстати, планируем их направить дополнительно на обновление общественно-городского транспорта, потому что здесь тоже к нам поступало достаточно вопросов, и на часть вопросов даже трудно было просто ответить. Потому что действительно все так, как люди говорят, а мы, к сожалению, здесь просто не доработали. Поэтому наша задача здесь тоже дорабатывать. То есть там масштабная стратегия, которая была комплексная, стратегия развития Чувашской республики, которая была представлена несколько месяцев назад в республике. И проект бюджета, в том числе и федерального, они взаимосвязаны, имеют какие-то финансируемые мероприятия. Абсолютно верно. Во-первых, мы сшиваемся здесь как представители региона, то есть вне зависимости от разной партийной принадлежности. И, конечно, очень важно, чтобы эти документы были не просто какой-то теоретической заготовочкой, а чтобы эти задачи, которые ставят люди, и промышленные силы региона, агросилы региона и так далее, то есть чтобы образовательное лобби, которым мы стараемся быть, чтобы эти позиции все заложены были в федеральном бюджете. То есть кроме образования, кроме строительства школ, детских садов, которые должно делать государство, строить государство как социальное государство, мы еще думаем и о развитии промышленности. Это точки роста, конечно. Для нас вот те же детские сады и школы, вот я подчеркну, что, например, мы заложили даже увеличение расходов на строительство детских садов и школ в новом бюджете, потому что мы с вами не обговорили эти цифры, но, конечно, для нас и для меня, как для координатора партийного проекта новой школы, это очень важно. И на детские сады, кстати, заложено 32 миллиарда рублей. Алена Игоревна, ну вот возвращаясь, допустим, к пленарным заседаниям Государственной Думы, какие еще законы и законопроекты можно выделить, вот кроме обсуждения бюджета будущих лет? Ну давайте, наверное, сфокусируемся на том, что мы сейчас продолжаем работать над изменениями, над имплементированием изменений в Конституцию, которые произошли. И для нас очень важно, что сейчас мы уже приняли как раз решение в Государственной Думе, утвердили фактически полномочия, новая полномочия Госдумы о формировании правительства. То есть мы утверждаем председателей, мы утверждаем заместителей председателей. То есть это, конечно, для нас очень важно. Ну и, конечно, по поводу силовых ведомств и Совета Федерации. То есть все это уже набирает обороты. Для нас очень важно, что президент выступил с такой инициативой, опять чуть-чуть вернемся к образованию, что необходимо привлекать государственно-частное партнерство, вот этот инструмент к строительству школ. Еще один момент, на котором акцентировал внимание наш президент, то есть он у нас как основной законодатель выступает, что для нас, ну вы знаете, что, например, доходы физическим лицам, у кого превышает доход 5 миллионов рублей, облагается налогом НДФЛ, и он будет увеличиваться для этой части, для этой категории людей. И эти деньги будут идти на лечение очень сложных, трудных заболеваний, которые называются орфанны. А что для нас важно, что вы помните, что детские выплаты, которые требуют, например, участия и, скажем, физического прихода и подачи заявления в пенсионный фонд, в соцслужбы, вот эта вот письменная подача заявления, конечно, некоторый рудимент, и мы принимали решение, что нет в ней необходимости. Более того, многие помнят, что у нас хорошо заработал инструмент как госуслуги, и есть возможность подачи заявлений через госуслуги. Ну, летом они прекрасно работали. Очень хорошо работали, и отзыв позитивный, поэтому... Но единственное, что были установлены сроки действия данного закона, и они исчислялись 1 октября. Поэтому, конечно, мы здесь продлеваем. Мы помним дачную амнистию, которая длится, правда, уже около 15 лет. Очень долго. Да, очень долго. Но, тем не менее, это позволило миллионам людей зарегистрировать свою собственность. Еще один важный момент. У нас, вы знаете, есть льгота, которая тоже, к сожалению, 1 январем заканчивается. Эта льгота касается наших детей-сирот, которым... Я помню, что это была моя законодательная инициатива вместе с Николаем Булаевым, Николаем Валуевым. Для нас было очень важно дать возможность детям-сиротам, потому что в новом законе об образовании этой уже нормы не было. И для нас было очень важно сохранить для детей-сирот возможность поступления в рамках определенной квоты, чтобы детям-сиротам дать возможность получить высшее образование за государственный счет. Для нас очень важно продлить, не просто продлить, а сделать эту квоту бессрочной, чтобы она была. Должно быть право на их иметь и право выбирать. То есть получать высшее образование или нет. Спасибо большое, Алена Игоревна, за беседу. Спасибо, что приглашаете. Приходите еще. Я напомню, что сегодня в гостях программы «По существу» была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. До свидания. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!